Добрый день, друзья! Подошел к концу онлайн-отбор на летний кубок Гераклеон по функциональному многоборью. И вы все можете видеть лидерборд на сайте, посвященном этому событию. И наверняка многие из вас, кто участвовал в этом онлайн-отборе, не очень довольны результатами, которые они видят в итоговой таблице, не очень довольны своим местом. И мне хотелось бы несколько слов буквально посвятить этому вопросу. Потому что надо сказать, что в этом году именно на наших событиях это рекордное количество участников было зарегистрировано около 600 человек. И комплексы в итоге записали около 400 человек. Из них где-то 130 группа А и остальные группа Б. Очень-очень много. Есть несколько моментов, которые осложняют проведение онлайн-отбора как для участников, потому что тот результат, который вы, скажем так, заявляете в начале, он не всегда соответствует тому результату, который мы присваиваем вам по итогам судейства. С одной стороны и с другой стороны для нас есть осложнение в оценке и судействе ваших видео. И дело здесь не только в наших соревнованиях. Сейчас постоянно проходят всевозможные соревнования, имеющие онлайн-отбор. И чем раньше мы все научимся правильно сдавать комплексы по видео, тем эффективнее и продуктивнее будет наша соревновательная деятельность, тем больше позитива этот процесс будет приносить всем заинтересованным сторонам, и организаторам, и атлетам. Соревнования по кроссфиту предполагают выявление наиболее физически подготовленных атлетов путем состязания их в разных дисциплинах, и при этом все должны быть в равных условиях. И если мы говорим об онлайн-этапе, как могут быть организованы равные условия? В первую очередь это стандартизация веса. Именно поэтому мы просим, чтобы те веса, которые вы используете, будь то штанги, или диски, или мячи, имели маркировку. Если этой маркировки нет, чтобы вы снимали взвешивание на видео. Мы также стандартизируем время выполнения. И именно поэтому обычно требуется, чтобы в кадре был таймер с той целью, чтобы судьи потом не тратили время, пытаясь рассчитать время выполнения задания, скажем, в группе А второго задания, по плееру YouTube, отсекая начало, отсекая конец. Это занимает очень много времени, и это очень неудобно. И опять же, поскольку мы говорим о равных условиях, у нас дистанция перемещения, отягощения должна быть равной. И дистанция у нас это не что иное, как количество повторений, умноженное на амплитуду движения. И хотя амплитуда может быть разной, в зависимости от антропометрических особенностей, она, тем не менее, должна быть полной. И, друзья, не бывает чуть-чуть неполной амплитуды, слегка неполной или почти полной. Есть либо полная амплитуда, либо неполная. Потому что невозможно сравнивать двух людей со слегка неполной амплитудой. Не тот, не тот не выполняют движения полностью. И именно поэтому, когда мы оцениваем видео со сдачей онлайн комплексов, мы смотрим на выполнение вот этих требований. Потому что если вы относитесь невнимательно к сдаче и игнорируете один из этих показателей, если нет таймера, если вы не взвешиваете вес, если мы не видим, не можем проконтролировать амплитуду, это значит, что нет никаких равных условий для участия. И мы либо модифицируем ваш результат в меньшую сторону, либо просто не учитываем его, приравниваем к нулю. Что, в общем-то, не очень позитивно и не очень эффективно. Поэтому хотелось бы дать несколько рекомендаций, которые бы позволили вам в дальнейшем делать более эффективным свое участие во всевозможных онлайн соревнованиях или онлайн этапах. Первое и самое, может быть, важное – это ракурс и качество съемки. Потому что если качество не позволяет рассмотреть просто атлета, то ли он приседает, то ли он не приседает, то ли он кувыркается и делает что-то еще, сразу ничего не получится. Если вы переворачиваете объектив и снимаете атлета горизонтально, так что потом у нас он двигается при приседаниях не вверх-вниз, а влево-вправо, тоже очень сложно понять, что он там делает. Это надо либо переворачивать монитор, что, в общем-то, не очень эффективно, либо переворачивать голову, что тоже отнимает силы судей. Ракурс съемки должен быть такой, чтобы максимально облегчать оценку амплитуды, а не наоборот затруднять ее. Обычно мы указываем, все указывают в стандартах съемки видео, откуда нужно снимать. И в нашем случае было видео с инструкциями, откуда надо снимать, чтобы было видно четкое распрямление в приседаниях или уровень подтягивания, например. Этот ракурс спереди-сбоку, причем ближе к положению сбоку, чем спереди. Но ни в коем случае не фронтально, ни в коем случае не сзади, ни в коем случае не сзади-сбоку, потому что тогда очень сложно понять, что там происходит. А если судья не может понять, было движение или нет, судья обязан не засчитывать такое движение. Сомнений быть не должно. Следующий момент – это амплитуда движения. Очень много, колоссально много повторений было не засчитано, особенно в группе B и особенно на приседаниях. Было достаточно много случаев, когда мы вынуждены были засчитывать лишь шесть повторений из семнадцати возможных. И эти шесть повторений, то есть это были пять подтягиваний, которые выполнялись достаточно четко практически всеми участниками. И одно последнее приседание, в котором атлет вынужден был распрямиться полностью, чтобы, собственно, прыгнуть на турник. Все остальные одиннадцать приседаний выполнялись не в полную амплитуду. И в приседаниях важно выполнять всего три условия. Первое – это опускаться ниже параллели и желательно делать это действительно очевидным, чтобы не создавать, опять же, у судей сомнений и не давать им шанса не засчитывать это повторение. Второй момент – это распрямление в коленях. И третий момент – это распрямление в тазу. Все три момента должны присутствовать в каждом повторении для того, чтобы повторение засчитывалось. Нельзя, допустим, опускаться ниже параллели, но при этом не разгибаться и думать, что вам засчитают. Нельзя разгибаться в коленях, оставаясь наклоненным вперед, и думать, что вам засчитают повторение. Это не зачетное повторение и это не полная амплитуда движения. В итоге, из-за того, что многие торопились и выполняли приседания слишком быстро, не раскрываясь полностью в тазу, не разгибая полностью колени, даже несмотря на то, что эти атлеты, очевидно, что они очень подготовленные. Но в силу регламента мы не можем засчитывать повторение у таких атлетов, и их результат может быть ниже, чем у заведомо более слабых атлетов, которые, тем не менее, делают все четко, полностью распрямляясь в тазу и в коленях, и опускаясь ниже параллели. Также, несмотря на то, что постоянно выкладываются видеоинструкции по сдаче, мы, тем не менее, всегда наблюдаем какие-то ошибки, которых, в общем-то, не должно быть, такие, как подтягивания с прыжка, когда первое подтягивание является приложением запрыгивания на турник. Это также недоседы в бросках мяча в группе А, это также пауза со штангой на полу при выполнении толчка. Еще один момент, о котором хотелось бы сказать, вкратце, это участие операторов, которые снимают видео. Они же судьи, которые помогают своим товарищам оценить видео, посчитать повторения и выбрать правильный ракурс. Друзья, вы оказываете атлетам, которых снимаете, часто медвежью услугу, ведь очень много видео есть, где оператор видит, что атлет не доседает, например, и он говорит, доседай, но все равно засчитывает повторения. И поскольку он засчитывает повторения, его товарищ, который выполняет упражнения, продолжает выполнять точно так же, не исправляется. Более того, к концу видео, когда нервы накаляются и нужно ускориться, оператор часто кричит, давай, давай, ускоряйся. И несмотря на то, что его товарищ, атлет, и так не разгибался полностью, он начинает еще больше экономить в амплитуде, и в итоге это непонятно на что вообще похоже. Вместо этого, друзья, достаточно сказать один раз, доседай, нет повтора, чтобы ваш товарищ начал выполнять движение в полную амплитуду. Все, обычно этого достаточно, ну максимум, может быть, повторить это пару раз. Подытоживая, хотелось бы закончить позитивными моментами. Очень приятно, что количество участников растет. Очень приятно, что уровень участников также значительно вырос. И это касается не только группы А, это касается также группы Б. Видно, что действительно население России становится более физически активным. И мы с нетерпением ждем проведения Кубка 19-20 июля. Хотим поздравить всех, кто прошел отбор, и пожелать удачи тем, кто не прошел отбор, выполнение комплексов в последующих соревнованиях, где бы они ни проходили. Мы, безусловно, учтем результаты этого онлайн-отбора для будущих соревнований, чтобы сделать процесс более простым, более удобным для вас, атлетов, для нас, организаторов. Так, чтобы было меньше негатива и, в общем-то, один лишь позитив и одна лишь радость от занятий спортом. Спасибо!